С вами по-прежнему Год Хант и чуть позже присоединится Адекват, но это Дрим Лига, 18 игровой день, Эвил Джениус против Клауд Найн. Посмотрим на их турнирные позиции. Клауд Найн расположились на первой строчке, 9 матчей, 8 побед, 1 поражение, 24 очка. Команда Эвил Джениус теперь находится на шестой строчке после досадного поражения имперцем, 8 матчей, 5 побед, 3 поражения, 15 очков. Немного о ростерах. Выглядят они вот так. Клауд Найн, Этернал Энви, Пайлай Дай, Ауи 2000, Синг Синг и Бон Севен. Команда Эвил Джениус, Артизи, Фир, но его сейчас заменяет Мейсон, ППД, Юниверс и Зай. Ну и по стате. Стата какая-то такая. 94 матча вместе сыграли Клауд Найн, виндрейт составляет почти 60%, среднее количество киллов 21,8%, среднее количество смертей 18,6%, ассистов 40,6%. Самый пикомый герой Луна, 33 раза появлялась в пике, виндрейт составляет почти 67%, следом идет Патма, 25 игр, 68% виндрейта. Пак, 23 игры, 69% виндрейта. Ну и перейдем к команде Эвил Джениус. 536 матчей вместе, 57% виндрейт, среднее количество убийц за игру 21, среднее количество смертей за игру 20, ассистов 43,7%, самый пикомый Фурион, Рубик и Дарксир. Ну и перейдем, наверное, непосредственно к пикам и банам. Сменю вот только то, что Мейсон играет с Тендином. И ваша любимая рамка, дорогие друзья, я в этот раз опять не угадал, поэтому свапаю команду местами. Ну и как-то вот так. Сейчас появится мой кокостер. Ну должен-должен появиться кокостер, дорогие друзья, вот прям с минутки на минутки. Эвил Джениус, Ликантроп, Шадоу Финт, Клауд Найн забирают себе Нагу Сирену и Эрд Шейкер. В бане находятся Дерево, Визейдж, Никс и Пак. ЕГ же избавились от Эмбер Спирита, Дазла, Рубика и четвертый бан состоится вот сейчас. Привет. Алло, да, привет. Мы тебя очень долго ждали. Долго? Да, извините. Я просто с момента, когда я нажимаю кнопку ответить, до момента, когда я слышу твой голос, проходит где-то секунд 30. Самый шустрый компьютер у тебя, я так понимаю. Он самый быстрый. Просто не остановить, он так разгоняет, это забей. Ну что ж, четвертым баном от ЕГЭ летает Бэтрайдер. Ну и третий пик от Клауд Найн. Есть Шейкер, что уже, в принципе, не особо стандартно. Артизи очень ругался в лобе. Я не читал, что он дно говорил. Ну, говорил что-то по типу, я сейчас проиграл самую легкую игру в моей жизни. Да, неприятно. Я вообще, почему решил, что для него это была легкая игра? Из-за того, что он очень быстро Родиан собрал? Ну, наверное, да. Никто его в мидле особо не аннигилировал. Стоял спокойненько себе, собрал Рейденс, подфармил там, Трвелла, все дела. А потом бах! А базы нету. А трон пал. Трон пал, да. И Сален такой ему из кустиков. Гав-гав. Уф-уф. Уф-уф. Ну и что? Клокверк. ЕГЭ. Третьим пиком. Ноуфлейн. Ликантроп. Я так понимаю, будет мейн керри, Шадоу Финт, Артизи в мид. Ну, Элджиниз показали, как они могут играть. Точнее, как против них с их нагой могут играть. А вот умеют ли они против наги играть, вопрос. Смогут ли они, как Эмпайр, сейчас с Ликантропом раздавить стратегию Клауд-9 через нагу? Получится или не получится? Играет экран поправить, дотка палится. Надо как-то сделать так, чтобы дота вообще не было видно. Дарксир четвертым пиком. Неплохой выбор. ЕГЭ что-то зачастили с Дарксиром, на самом деле, в прошлой игре. Он в начальной стадии, по крайней мере, очень хорошо себя показал. Ну да. Поначалу его, вроде, в трипле они там уничтожали, но потом не всем получалось вставить тайминговые стенки и стягивать под них. Такое. Я хочу посмотреть сейчас. Вот просто ЕГЭ сейчас берут так часто Дарксира, которого раньше, по сути дела, и не юзали толком. Может быть из-за того, что, в принципе, у них турнирное положение такое, что им уже все равно. Что брать в этом турнире и так далее. Вот какой у них там счет. Диага, пять-два. Штами это занимает. Да, вроде вполне себе еще можно воевать за первые места. Пять секунд. Тяжеловато, но можно. Ну не знаю, может быть, какие-то тесты от новой стратегии через Дарксира. Какие-то задумки, заготовки, подготовки к кланам и так далее. Ну и пятый бан от Cloud9. Кого избавиться? Ну, вообще, нужен еще один саппорт. Может быть, это будет опять ТХД? Да, а чё б нет? Тут, говорят, рамка криво стоит. Пацаны, это не я. Я не могу ее сделать кривее или прямее. Да, я вот ее обновляю, а она так же. Может быть, эта дотка сместилась как-то на полмиллиметра. Ну там реально, типа, палятся пики сверху совсем чуть-чуть. Да-да, я вижу сейчас, смотрю. Ну, странно, на самом деле. Если вы думаете, что я двигаю ее руками, типа, это все не так. Такое ощущение, что сами титры, как бы, они его сместились немножко влево-вверх. То есть, потому что на самом стриме, как я смотрю, есть полоска такая черная. Как будто обрезали. Как будто это нелепо выглядит, конечно. Просит сменить комментатора, который озвучивает тут. Нас, что ли? Я думаю, за это тоже вы многое проголосовали. Просто смените комментатора. Все, встаем, уходим, раз там, и следующие сели. Эти тоже не очень, типа, давай next. Покажите всех, пожалуйста. Огласите весь список, пожалуйста. Ну что, пятый пик от ЕГЭ. Ну и что, появится ТХД, который был в предыдущем? В принципе, ТХД очень даже неплохо себя чувствовал. Ну да, с Дарксиром тут еще и СФ есть с отличным мультимейтом. С АОЕ таким шикарным рассказом, чё б нет. Может, может залететь. Вообще, конечно, суппорт тут многое количество. Перебанили. Достаточно. Небольшой пул из часто юзабельных суппортов остался. Так что, думаю, что надо. То, что он бегует, что Артизия Митликантропом. Я сомневаюсь. Думаю, Артизия будет играть на СФ. Ну да, Артизия Митликантропом. Митит, что-то новенькое будет. Лич! Кулич. Так, а... Куда? СФ Мит, Дарксир на сложную. А, там же трипла. Нет, Клокверк на сложную. У нас сейчас опять будет трипла, наверное. Или Кантроп, Дарксир плюс Лич. Как и в предыдущей игре, в принципе. Ну, интересно. Я бы не знаю, я бы, наверное, Дарксир с Клокверком поставил вместе. То-то поинтереснее было. А, иншевы, всякие коки ставятся, там все это убивается. Сейчас причем, например. Ну, ты знаешь, что сделать? Надо убрать рамку прямо сейчас. Да, вот прям саду. А то в эти полторы минуты, я думаю, температура на планете поднимается на пару градусов. Потому что просто из стулья тлеют. О, Cloud9 взяли еще одного непопулярного в нынешней доте. Офлейнера взяли Timbersoul. Кстати, Timber очень даже и неплохо будет смотреться. Ну да. сверху и снизу видный кусок доты только зрители доты могут пожаловаться на то что видно кусок что за уберите доту берите доту поставьте рамку дай и комментаторов уберите поменять и больше ничего не надо идеальный стрим получится так по прежнему интересно как же игра будут расставлять свои линии то что артизит мид это понятно от остальные я думаю будет агрессивные трепла но унесли контролем тогда почему дарксиром дарксирок ты думаешь так почему и лекантроп после лекантроп легкой линии фармить не но потому что потому что айншиллы коги это вообще это святое вот clockwork вместе с дарксиром это лучшее что можно не но если входе зажать ты туда еще были часто и вообще прям идеально смотри побежали cloud nine сейчас полетая подставится под фиссуринку нет нет не просто да ребятам ну кстати cloud nine наверно таком жутком час дисморали играет потому что ну просто забей сегодня их решилась судьба они не едут на ланы они вне призов и вне всего остального от star ladder и сейчас ну как слушай но не на первом месте дремлиги дремлига не сильно по призовому фонду отстает от star ladder и отстает но не тотально поэтому я бы не стал проигрывать игры еще и на второй лиге но остаться вообще нигде это наверное обидней что пропустить star ladder это это как пропустить интернешнл только пропустить star ladder просят вернуть рамку устроить голосование если единогласно может на рамку вернуть не а нам-то чем мы все равно тут как бы видим нормально тоже не видит нормально я боюсь ребята с дремлиги расстроиться то что мы только процентов 10 игры покажем 10 по вам слишком много столько с рамкой нормально 10 пиков 10 банов смотри там что-то влезет на самом деле пока ты был больнички у меня был курьез когда я опять забыл выключить рамку на дремлиги и через это окошечко и показал и first blood и второй фраг а после того как я убрал пропустил два кила сразу мне пишут верни рамку там хоть что-то видели ну тогда да в этой ситуации все правильно ты видишь что происходит в медле в медле стоит ppd наличие я вообще не понимаю что происходит то есть ну окей line я угадал как вверх плюс darkseer я не ожидал что лич попадет мид почему ликан троп и сф у нас на легкой линии фактически находится но окей мэйсон будет нас листым ликан тропом сф короче счета и гэпом перемудрили сами себя артизи не в медле вот это тоже номер это вообще номер ну по-моему сами клаутами тоже в шоке что против них стоит вообще как так как как играть доту теперь вон 7 увидел артизи он шристи с ним артизи на одном линии стоял а тут на тебя может у всех команд дизмораль небольшая у артизи от empire тут ребята траксов и они решили расслабиться немного и проиграть какую-то другую дату немножечко хотя вот фиксинг фармит и нормально не на легкой линии получается пьет крипов как обычно это делает силу райт агрессивный пошел за и ау и таки где плюхи причем дал убежал другом даме рау лич в медле это вообще на самом деле непонятный поворот меня событий еще и закупал у меня немного удручает не через бот уже он пойдет а чё нет распит надо ботов на смысл типа у него маны более чем достаточно всегда хп регенить ну тут да тут с тобой не поспоришь потом штука универсальная да 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 нет а можно купить сапог и гангать бегать у тимбера говорят 11 танго было я думаю было даже 12 какой-то момент нам видим про пули да но 9 танго своих а как 9 подожди по 4 жд с 12 или может быть 8 и пропули на было 3 танго очень понятно но много хилла стоять против сфора но почему бы и нет в принципе то он теперь слуха постоянно бегает и очень если убивать то балансе тут нужно убивать и на сбор за и вгрызается вау и аро пролетает мимо тут уже darksir под батарейками очень больно у darksir вакуума правда нет ой-ой-ой это фирма комбинация вот она комбинация коги плюс iron shell работают за каждым это почти как iron shell плюс стан ну да только коги только коги вы это проблему артисте времени бон 7 нажать надо добить надо а вот это печально то что сейчас shadow find погибает на и зелене это не сравнится скиллом саппорта на ботами синг-синг на потме свои это уже камильфо какой-то да нету сотню игр точно синг-синг сыграл на это кошки все знает все умеет по за эти времени в миде на нападает и вместе ли чем-то пытаются пробить батареечки закрывает но и минусами на правда зай может уже отъехать займ ансид коги вот он отбивает все живых остается ладо что творит а я сейчас чемппдр пить и боже вот это да что он сейчас сделать это видел вообще как rush 3d ганг это сейчас был это это хайлайт опознательно савили отошел я когда он ударился об коге думал что это стопроцентная смерть он выжил отпился развернулся внедрился а у и цеплять универса а rose star шторм третьего уровня минус универс и зайцу дужу сему не пойдет дали еще пару тычик даблки от синг-синга по-моему ягань чуть больше расстроены чем клоудна и сейчас и по моему пассивы будут еще больше расстроены не но они сами непонятно что поставили в итоге пожимают плоды лич в миде непонятные артизи тоже сф против даблы ничего сделать там не может уж ну то же теперь соу и р шекер они из одного станут этого прокаста тимберсовый сф раскладывать на щитные секунды что нам 644 хп тут вообще прям easy но надежда только наверно на мейсона который вроде как фармит леса и может что-то и вывезет с леса потом сложно сложно очень сложно арканы появляются болтин тимбер тут нормально собирает урожай из отводов писсурен еще накрывает шейкер если сравнивать нагу например предыдущего матча и с этого матча видим что энви не так хорошо дела идут ну как нехорошо даблкил он в принципе сделал у него сапог 1100 ну вроде на этот момент у артизи было поболее денег даже без даблкил а правда там не было ботла крип статус у нас первый или контроп 34 но он находится в лесу есть него базилка тысяч на руках следом идет тернал энви но у него 30 крипов и даблкил про который не стоит забывать ну и бонус сэвен 26 и 1 килл которым он забрал артизи сейчас будут большие проблемы снова тоже самое табло его будет пилить ой хорош сон от энди как же вовремя ароу юниверс пяти секундочка и чайник на юниверс живых останется что ли давил на пятки ты доживает шикар зай а вот зай может не выжить лип не попадает ракетка и минусы ну один в один в артизе 26 на 7 так вы пойти персот у него вкрызая и чак рамках же боль артизи пытается монсовать нужно дать кайл модель за и не хватает стики ракеточка кайл он сильно разворот пытался быть артизи на артизу кайлом достал митиболган калича обещала правильно непонятно какая-то сумбурно немножко получается вроде нападают одни умирают другие и нападают одни умираю те же самые тоже бывает и такое мама неси полотенце за профессионалы потеют отличный коммент после ганга ноги в медле так и есть на самом деле бонус 7 идет артизи пили тут трудноватенько не будет еще и сейф т.п. не попал чак рам конечно после 25 невозможно вот зай приходит правда левел 5 спор что вы нету universe выходит него под мать тимбер погибает на топе вместе ли чем тут птд разобрали ну а что универс получает арол двухсекундочка старшторм по голове звездой минус и солнечный удар звездный ну-ка тинк-сик неплохо с легкой линии уже 4 0 имеет синг-синг на подме это вообще забей это задрот короче что-то еще и пяти находит из лично ну и вот тот самый лично лумит лава седьмой прогул бутся 121 стат по моему не очень зашло не знаю как то неоправданно пока был поставлен подожди он еще себя покажет надеемся на юн вид 1800 сахар до еще далековато вспоминаем что в той игре на 12 минуте сахар по-моему купил себе артифе обратно у него не было бот на это упал есть интересная вылазка от cloud nine спину на универса может получиться универса рецепт на бакер здесь заход у юниверса проблемы тимбер пролетел универс еле живой он тут вот старшторман достает да и отчетный килл для тимбер солд лишь прилетел есть чайник ппд нормально 5 лет так сказал нормально помог просто нормально не успел даже замахнуться туча артизи сместился с сапогом набор туриста но вот была обман упала да не бы еще если вы точно убивали сейчас есть фиссурка вот фиссурка накрываем он всем рассказ получат по моему его не пошло немного странное у них перемещение я не знаю тут вот т.п. отличая пришел артист зачем-то тоже умер таки три фрага дали еще и tower потеряли все это за минуту игры ужасно беда на самом деле это так можно назвать cloud nine выиграют более двух тысяч по золоту уже по xp тоже 200 небольшим 10 минут это конечно не прям таки чересчур много но на год 2 500 на руках уже имеет до 500 сюда прежнему нужном побольше фармите мне вот делает он себе стайки очень крамотно чем стаки на двух пулах сидел можно дофармить радианс ботом тава из андер атак мы кинули упрек что мы должны показать все а не только фарм но это на самом деле не очень просто я уже не один раз говорил что комментаторов на старого выбирают как много киллов они могут на карте заявить доджем да не показать показать не показать что не скрыт заставляет людей покупать билеты и маленький маркетинговый ход знаете типа пересаживайся на дремлигу отучиться уже достаточно трудно годы тренировок не проходят даром или на стриме просто 5 секунд пропадать еще составлять людей комментировать самим то есть вот такой вариант это как каких-нибудь концертах подносят микрофон давай ты заплатил ты еще и пой ты смог от cloud nine деревни мэйсон смотри зашел на рошан тихонечко пытается пробить вроде незаметный был персонаж у него вообще по нулям абсолютно вся стата и вот не знает cloud nine что творит этот мэйсон а мэйсон сейчас вашан то и запилит владимир есть у него есть и медальонов коврейдж на там правда на ботами синг-синг пилит тавар уже включенный базилкой физы 5 барабанов и цемка нашли цемочку за и на хупшоте влетает ауе минус тимбер закрывается в коках но это по-моему чайник еще по лицу неплохо полетал ну и кокверк на двоих это неплохо тёрнами будет ли слип чтобы цепануть лича помни достает уже замок от могут еще допала разведом юниверс пытается улететь старшторм улетает а вот ппд наверное отваливается или может развороть тоже принять артизи то что у него есть есть так медас верните бейте лицо ему есть ультажа у тебя поладай можно застанет такое большое бревно где же большие я ел я ел и ел и ел и елов нету бревна есть там еще не не хотел рисковать любом случае не 3 600 надо дотерпеть немножечко до саккорда и все будет уральт попадаю ощущение сейчас от зая пристает осмотрел именно за не за и перфект кто-то показал сейчас он такой шел шел я таро не вернулся и умер его на самом деле там поджал ару классно типа смолился вправо ему бы прилетела влево зажался слип от 2 огромное количество т.п. ну и мысль на небольшие проблемы река тропе колбочка минус аегис синг-синг отправляется подать чтобы пустить а ролл тот тайминговый дате рау айт там а вот frostbite а сеткой он решил не рисковать он действует по проверенной а тут же будто полно поэтому в любом случае не промахнулся бы неплохо здесь приняли мэйсон да не дали ему забрать того во первых которых сняли аегис сделали фраг на нем так что ну и г по всем фронтам у нас видим катку сливают пока правда по смотреть если по xp и по деньгам там не особо много вот по счету конечно катастроф тут вопрос кто убивать будет у егэ тут сейчас созревает нога потихонечку 4000 на руках есть у синг-синг и неплохие артефакты на атаку сейчас чё-ка нибудь яша появится будет тоже больно тюкать ну а тут с с мидасом и pt да и с мидасом и артизи конечно сделал ставку на лейтового сэфа в этот самый лет конечно лейт можно и не выйти с такой-то игрой с такими отдачами на 15 6 на 14 минуте больше одного и вилджинилса в минуту забирают в ауднайн это был дэмэш своровали перед носом у синг-синга неприятно ну и универс есть мека до фармил все-таки на 15 минуте от уже нет ничего 056 у зая не самая лучшая игра на клокверке однозначно купил себе сахара тоже осталось там 700 монет рандо орденца на фактически такой же тайминговый будет как и у артизи в прошлой игре сейчас еще если вышка в медлеза заберут то все великолепно ппд синг-синг хукшот лип уходит но чайничек его настигает 924 стрика сейчас забирает лич и вышка правда падает от крипов не смогли из дуна эти еще по всей видимости лича было ровно 0 денег потому что он 924 не осталось от 8 мая джекбот был не очень хорош но это плохо что сейчас клаута и наставляет артизи одного на фрифарме но ненадолго его ставили бонусы он решил еще и подвидеть немного что может быть лучше быстро пить сильно быстро выбрать что появляется рейдинс 16 минута и посмотрим уйдет литер нового фарма сейчас пойдут и пытаются как-то подпушить вышки тем более т1 стоит на топе полу хиповая будет подпы айну там там парт стоял и исполнил ли этот вар вопрос а тут ультпат мы по-моему должен был ну что потому что и га сматываются туда они знают что есть инвиз адмирана и поэтому лучше отступить не пошло ну хотя до конца берут бегут клаута я очень хороший у них на самом деле вар динг чужом лесу они прям вот чеку чекут кто где как перемещается и внуков антартизи спалил всю ппд ппд но рановато залсин синг-кароу хотя кукшот растопнули синг-синга пайлайдай скорее всего умрет зай или живой новый год от семечки артизи тоже погибает ну и за отсюда не отпустит руки ой как блог перед последний . просто эндрика стоит это чтобы тортирующие цепануть а розы летает универса тоже минус 3 на одного шейкера отличная драка для cloud nine вместе они собрались здесь помидов ну и 1400 сразу получается бен помимо радианс очень даже неплохо ну и продолжаем помнить и что я сомневаюсь что это для контроля способна такую ногу остановить будут пайлайдай сеточка танки фиссурина ну и пока текает ты паут может сделать спокойненько что и делает ай-яй-яй-яй шейкер уже замахивал со своим бревнышком не хватало сексинга с аэроу здесь такого четкого аэро птп птп паут в случае неплохо пытались сажать лекантропу но живых осталось там теренем зай под смаком шоу шоу пайлайдая пытается фиссурины щелкнуть по-моему какой-то даб степ называл там не пошло наконец-таки прервал свой лустрик по фрагам у него было 0 и 6 1 6 нормальный залить его робот в крипайле в северном явно не попадал в летом и трех камер будет это бкб или же в дизолятор пойдет кого это ты пропадку в дизолятор думаю купят стандартно дамиранки но там проблема в другом проблема в том что на топ-1 по дэдворс уже выходит нага и у нее собраны бутсов тревел значит сможет летать по всем лайнам и подпушивать подпушивать помогать в драках если вдруг понадобится тем более 12 уровень уже есть 2 уровень ультимейта не так долго кулдауниться получит 16 вообще будет трудно синициировать да ну и энли сейчас просто не остановить нечем нечем ее фокусить нечем ее убивать пока да и егэ даже в таких замесах передрягах выходит проигравший постоянно сожделением так пепетина и отожделением когда убедил эту мяку а не способны с последним случаем бонус 7 продолжает врагозить форстав что он и пауз вышка тем временем упала на топе забрал и синг-синг 2 200 на руках да ну все очень плохо у егэ в этой карте прям очень очень плохо пытается конечно мэйсон как-то компенсировать вот эти вот отдачи путем своего такого чистого фарма но не знаю все равно по отношению к наги он фармит хуже компенсирует отдачи своим фармом ну на отдачу своей команды потому что там ставим какие-то размены понятное дело что не в пользу егэ тиммейты его постоянно видит а вот он единственное что вот делает это фармит и вот за счет от того что он фармит более-менее еще графики у нас находится на одном месте мы видим там ну вот у клауд-9 полторы тысячи преимущества деньгам это не особо много ну и по xp в принципе то же самое в какой-то момент они даже проигрывали причем неплохо угу синг-синг смойте аэро в юниверсу ой юниверс реально мог ее поймать если бы она чуть чуть дальше летела прикинь на серже бежать ей поймать стрелу это еще такую на последнем на кончике там буквально 6 секундочка бы заехала такая статная немножко не получилось говорят что шейкер исполнил нижние брейки на бревне нет он шестом куртизанка мы что будут цеплять фиссурина будет нет решили пойти в обход так статью артизе наконец появился бкб на 21 минуте ну более-менее становится актуальным этот сф он сможет уже принимать участие в замесах и что-то там в этих замесах делать не только умирать и рошан пайлайдай будет ли фиссурина пошла фиссурина неплохо туда же диск очень больно фиссура отрезала двоих заходит нага будет ли слип и и ну там артизе сейчас пкб включит и будет ультовать энди а ролл месси на проблемы забирают его артизе юниверс минус шейкер тоже в таверне синг-синг может тоже погибнуть нет уходит отсюда синг-синг ауи в инвизе никто его не видит бонус севен диск артизе могут отспануть будет ли колба есть колба есть новый год сеточка да минус артизе чё и ппд здесь тоже на н погибает за и пытается добраться до цемки добрался батарейками приостановил немного но здесь лечь отдается рошану зайд тоже нет ну и строка по итогу один в четыре ну и с учетом кило рошан один в три держали за счет того что было какое-то количество времени у артизе бкб шка он вроде как влетел все его испугались разбежались но как только бкб закончил все гига пали что сделать уже не смогли ну а у тимберсоу уже есть блудстон да блудстон хорошо энви тут и драма фэндженс появилась такой очень интересный у него айтем билд после бутсов тревел и радианса покупать себе драма фэндженс ну интересное решение синг-синг покупайте мою шторм и есть яша сильные сильные арты у клауд 9 чувствуется как замес например те же самые тычки от синг-синг очень больно по егэ поносится прям даже артизе там включая бкб столько дэмэджа внести асу-то и не может ну и синг-синг да тут на самом деле еще доберет сейчас какой-нибудь мюльнир себе или пойдет в монтестайл он пока непонятно а ролл где-то должен был пробегать юниверсово но его там нет так ну и клаут 9 по всей видимости решили митмедж подтолкнуть ну крипов толкнули да и какой-то смог внезапный что-нибудь юз там варты попытаются забрать рошана еще раз есть стенку дарксира есть ультимейта вот единственное что чайника нет но через 15 секунд будет ну и да заходят на рошана тут же некры и начинают харассить его синг-синг сейчас попадает ару в некра рошан упадет падает рошан я думаю клоудные не пойдут теперь нажаться ну а теперь особого смысла нету григантроп убивает два раза это дело неблагодарное но себе зато егэ обеспечили еще какое-то количество времени свободного фарма по сути дела и мэйсон сейчас подфармит и артизи подфармит с мидасом Энви я думал что сейчас будет хукшот и врыв ну так очень непонятно клоудная прям долго-долго собирается по миду что то ли пропушит то ли не пропушит эти вот непонятные движения вперед-назад сейчас в чужих лесах они знают что там есть артизи но туда тоже не пошли ну главное чтобы нага на все это дело забила вообще Энви должен играть один плюс четыре то есть бегать одному по линиям где-то вот топливо у нее подталкивать иллюзиями фармить чужие леса и вот это будет залог успеха нафармить еще парочку слотов и уже потом не париться по наличия каких-то героев у команды ЕГО да уже две восемьсот на руках есть и фарма растет очень быстро уже более чем на три тысячи по нетворцу он обходит артизи это может бедой стать минут через десять угу посмотрим какой дальше будет закупу Энви ну Энви всегда славился тем что он использует не совсем стандартные айтинг-билды на героях Роу универс поймал трехсекундочка но тут вряд ли кто-то успеет потянуться разве что на траволах мог прилететь сюда чуть раньше Энви и сеточкой сбить тэп аут и забрать хил но он что-то прослоу почву немного угу не получилось ну вот артизи вот она мишень Энви ну тут с руки то на самом деле такое хотя есть сетка сетку накинул отпился банкой Фиссурина ну и развел на БКБ да неплохо неплохо БКБ остается уже 8 секунд спасибо ну и висит Мирана видели это ЕГЭ должны сейчас отступить немножечко отойти смотри варды везде стоят да опалят бон 7 Фиссура ППД нет ничему тут не грозит кто-нибудь скажите ЕГЭ что деньги дают только за победу а то они походу не знают маленький нюанс да ну и Тауэр падает от Клаут Найн два антопи и Юсер Гриф фортификация неужели готовы дефать ЕГЭ Слип от Наги кого еще цепанут но пока Юниверс и ППД ППД эро получает даже не сможет дать ульту зачем же за это туда врывается ауи ну блин СМК это не тот размен артизи без БКБ Старшторм получает Синг Синг скопытился стеночка залетает туда Тимбер Тимбер еле живой но Юниверс наверное уйдет ну не знаю умирает ну и два в три в итоге получилось не очень и тем временем ликантроп на ботами с третьими играми уже заходит на хайграунд есть у него форма может спокойненько нет не может приходится дай тернул сеточка цепанул но больше здесь делать ничего не получится да опять погибает артизи это печально артизи тогда еще потратил БКБ не очень удачно скажем прямо и в замесе действительно за КБ ему трудновато выживать я нашел такие мейсена неужели будет идти за ним до конца есть слип сейчас потянут сюда тиммейты ну тут сетка еще будет да ну и С тоже рядом так что можно можно мейсена пробить сеточка еще спасать его никто не идет а ладно можно еще и после аегиса его забрать легко я думаю даже справиться да мгновенно убивают и 60 секунд не будет здесь ликантропа да хорошо поймали артизи артизи яшу себе приобрел но тяжело ему дается фарм понятное дело в каждом за месяц практически он умирает 761 у него стат энви яшу 3500 уже много денег у энви очень много денег ну артизи уже почти с ультимейт торбом возможно скоро появится манта стайл хотя он здесь конечно сильно тенденцию течения тел не изменит 3800 у этерного энви уже после яши ну да манта стайл вообще никуда тут эти иллюзии они распадаются практически от каждого героя клауд 9 причем очень быстро а просто чтобы посильнее бить может быть немножечко хп побольше даст пробежуточный артефакт скажем так ну и что тимбер 12 зарядов блудстоуна прилетает к нему плейт мэйл скорее всего пойдет в шиву но до нее еще очень долго шейкер даггер и идет потихонечку вейл в дискорд не походу мэйсон огарклаб будет бкб выходить 030 у него кстати стат мэйсон вообще никого не убивает не помогает своей команде в замесах он вот один играет практически всю эту карту все эти 30 минут но только три раза отъезжал ну вот у задачи предельно ясна то есть где-то начинается замес ега пытаются его затянуть этот замес а мэйсон просто будет сносить может быть удастся таким образом снести сторону а может и более ну проблема в том что нага старается все лайны держать отпушенными сейчас идут подпушивают бота топ и мидл видим находится на стороне команды егэ что не позволит быстро ликантропус пушить какие-то твра да ну ты пар например в том матче показали как нужно действовать нужно внезапно зайти убить нагу и все и победить все очень просто способна линия сделать такое же да пики понятное дело немножко отличает но все равно то есть есть чем инициировать есть чем врываться и нагу вполне можно забивать но только зачастую cloud nine сами универс стан сеточка а ролл 5 секунд . но это минус юниверс сейвить его даже никто не пытался и я думаю это правильно и решение потому что ввязались бы еще в драку без дарксира мол что сделаем сквозь кодиев еще раз ударился но поставила заслеплазая и не железая ой 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 как здорово ну и все ты паут отсюда а все просто ушли для которых вы нужны тоже нижний лейн покинуть хотя довел на 5 линию им дота три тавара но дальше понятное дело не пропушить нам ел ниры тот самый умиранный уже появился этот фарм дальше ну так кстати неплохо сработает против того же манта стайл асфа по раз по иллюзии молнием шваркнет и нормально будет цепляют артизи артизи минус артизи даже пока бы не подражать он явно не ожидал 10 шейкера с ультой не снова нещадно запрыгнул я считаю что экономить ульту в таких ситуациях оно не комильфо просто запрыгнул убил вражеского мейнкерри и все в порядке да действительно в данной ситуации ульту можно спокойно не взять никто его не упрекнет за это вообще если по каждому кулдаун например раз там сколько сто тридцать секунд будет сливать эсф это будет здорово это как и некоторые никомы которые на протяжении всей игры не дают блэк холла да и ждут моменты получают его в лесу на пятом шестом шестой минуте и все у меня кулдаун столько секунд я никогда его не использую типа два героя мало мало да надо больше мы сносит клаутная нас по методу 2 товар тихонечко энвита забыл дамажем пошел буковать зай ревтайт и обходе чуть-чуть ну и заход на хайграунт эфи нет 4 секунды крепко очень быстро погибли отходит здесь гонят юниверса шейкер запрыгнул есть фиссурина если что подблочил слип наги уже находится в слипе пошел arrow отпускают слип юниверс 3 секунды этого хватит четкая команда слип плюс arrow работать безотказно ну да особенно когда слип то всего лишь 60 секунд куда у него и не жалко проюзать нам как просто какой-то рядовой спал по сути ну и 4700 кстати уже умеет нага после монта стайл 516 все шикарно энви ну и нет ворс он уже опережает эсфа на 7000 это на 11 серьезный артефакт по факту ну и все идет но на самом деле энди вправе выбирать абсолютно любой айтем билд какой ему захочется потому что в данной ситуации когда он доминирует так жестко на карте он может и лишний слот не тот скажем так взять сперва тараску потом диффузы например там что-то еще цемочка полтосик в карман завард гему цемки ну это тоже наглость цемки ложить гем ну 1200 хп так то во мне игрушки то лича у того же даже меньше фисуриной цепа 0 артизи тут же бкб сеточка на бкб пытается расставаться расставал ультимейт висит на нем в дискорд энви слип и артизи засыпает спи моя радость усни а ролл ой 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 разобрали ну вот здесь мэйсон конечно в бкб сейчас поведает сгребает мгновенно иллюзии наги грызут зая зай вакуум стеночка ауи наверно умрет здесь минус 3 минус 3 в 2 правда но энви живой с тарасочкой отрегенился там тимбер еще гонит ппд куда здесь деваться ппд пока непонятно на бон 7 разванцовывать чакрамы пытается еще энви поймать а там у ликантропа формата уже закончилась поэтому вполне уязвимая такая цель для убийства и энви вот ее пытается достать а вот юниверс теперь после того как отдал сюрш бежать особо и некуда сейчас сеточка будет совсем скоро пошла сетка там сзади бежит еще и с будет помогать конечно же а там не ест там там он 7 что а ну и вот недостаток диффузов конечно сейчас тормозить цели кроме всяких естественно останавливались больше нечем но за место в итоге гига выигрывают как бы там не было ну там и основных персонажей проблема токси и контроп толстовато что он все приобрел должно что-то ему лететь в куре лежит в куре что нет что у нее есть бкб он свершили купил одним кликом кто это уже замесе был с бкб вроде ну да я имею ввиду не сейчас 1200 денег было до этого больше да видим пока бы я купил сразу активировал рашанчика зачекали там третий рашан кстати там сыр же будет ой как станут рашана лол отрезал фиссуренный очень классно отрезал заходит нага радиансом жгет пытается уйти отсюда мейсон и вроде как уходит слип от наги не уйдет не уйдет не уйдет аэнви зажмет его до конца бкбшка да лол бежать сеточка а ролл получает тортизи пятисекундочку ну и тут минус все мейн керри команды волк пока жив тут раскаст юниверс наверное не уйдет вот кончается форма это будет минус пять да ну и мэйсон еще пытается жить мэйсон наверно я видел байбэк и это отличная возможность а ггвп да ггвп от ппд гига проигрывает две катки подряд на дремлиге это нонсенс это эпик скажи прямо не против самых сильных соперников в рамках этой лиги то есть это еще не нави это еще не альянс обидно я думаю на жесткой дисморали сейчас игра ну а клауд дэнс сохраняет свою первую позицию все таки дремлиге впереди у нас еще один матч здесь не ошибаюсь это нави против сигма интернешнл который начнется наверное буквально минут через десять-пятнадцать поэтому никуда не расходитесь мы для вас с адекватом продолжим освещать все это дело спасибо 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 спасибо